Праздник учредили в 2007 году, когда на государственном уровне подтвердили значимость донорства в сохранении тысяч жизней. Хочется поблагодарить всех доноров, в том числе, конечно, почетных особенно. Сегодня отмечается в России национальный день донора крови. Этот праздник, конечно, не зря придуман, потому что доноры и вообще почетные доноры – это герои, которые частично своей крови оказывают помощь больным, и им низкий поклон и большая благодарность. Почетными донорами России считаются люди, которые не менее 40 раз сдали кровь и ее компоненты или 60 раз пожертвовали плазму. Кроме значка «Почетный донор», почетные доноры могут рассчитывать на ежегодный отпуск в удобное время, согласно Трудовому кодексу, получение медпомощи вне очереди в госучреждениях и право приобретения путевок в санаторий по месту работы или учебы. Кроме того, им положены ежегодные выплаты в размере около 12 тысяч рублей. В службе крови я работаю более 30 лет, являюсь почетным донором. По своей работе мы, наверное, как никто другой знаем, как бывает требуется кровь в родильные дома, в хирургические отделения, в ожоговые центры, в детскую гематологию, во взрослую гематологию. И поэтому многие сотрудники нашей станции сдают кровь и являются почетными донорами. Кровь нужна в больницах и роддомах постоянно. Количество людей с заболеваниями, требующими срочных переливаний, и жертв несчастных случаев не становится меньше. И потребность в донорах никогда не иссякнет. Началось на первом курсе, как я поступила в медицинский университет. Вот сегодня уже, наверное, 17-й раз получается за все время. А почему вас припекают клиенты? Для чего вы не стоите кровь? Ну, потому что есть люди, которые болеют, которым эта кровь нужна, кому-то она действительно может помочь, а для нашего здоровья это никакой угрозы не несет. Сейчас в Рязани области более трех тысяч почетных доноров. И главной целью всех их является бескорыстная помощь совершенно незнакомым, но очень нуждающимся людям. Бояться процедуры не стоит. Все, что нужно, прийти на станцию, где врачи оценят состояние вашего здоровья и в случае, если противопоказания отсутствуют, аккуратно и бережно проведут операцию, которая, возможно, спасет чью-то жизнь. А вот отсюда, чтобы ее красоту...